Переживать потерю близких, лечить себя и спасать больных. В таких условиях сейчас трудится большинство врачей на Иссыкуле. В отделении интенсивной терапии Чулпанатинской областной больницы оплакивают коллег. Переболел почти весь коллектив, но не все сумели выкарабкаться. Недавно прощались с главным реаниматологом, Сарбагышем Имманалиевым. Он работал здесь 33 года. Я тоже заболел во время пандемии. 22 июля его состояние ухудшилось, и он дышал с помощью концентратора кислорода. Он работал до конца, говоря, что некому было оставить пациентов. Волонтеры еще в середине июля сняли фильм о сложной ситуации в регионе. Пациенты жалуются на нехватку лекарств и медиков, врачи, на недостаточное обеспечение СИЗами и устаревшее оборудование. У нас есть аппараты ИВЛ, но они старые и механические. С их помощью можно спасти тех, у кого легкие в норме. Больных с COVID-19 уже не спасти. Мы все твердим, что аппараты нужны. Вопрос никак не решается. Кислородные концентраторы привезены благотворительным фондом. Врачей в области не хватало и раньше. На 80 тысяч жителей одного Иссык-Кульского района всего 12 медиков. Пандемия лишь обнажила проблему. Болезнь забирает целые семьи. Люди погибают. Среди них врачи, святые люди. Например, Бибюаим Джейнбаева. Она проработала медиком 40 лет и ушла из жизни. Четыре человека из одной ее семьи скончались. Даже пять. Ее труд не оценили по достоинству. Это большая проблема. Местные власти заявляют, что оснований для паники нет. Сейчас заболевших врачей заменяют их коллеги из Бишкека и Каракола. Часть приезжает по направлению Минздрава, другие – волонтерами. У нас нет оборудования, ЭКГ-аппаратов, рентген-кабинета, УЗИ-аппарата. С ними пациентам стало бы лучше. 28 июля я должен поехать в Бишкек, выйти на работу. Кто останется здесь – большой вопрос. Я закреплен по трудовому кодексу в столице, а здесь – как доброволец. Ухудшение эпид-обстановки в Иссык-Кульской области чиновники связывают с разгаром турсезона. Перемещение между областями Кыргызстана разрешено, и сегодня местные пляжи заполнены отдыхающими. Многие приехали на побережье восстанавливаться после болезни. Премьер-министр поручил следить за ситуацией, но выпал предрегиона, заверяет, что проблемы решаются. Медработники тем временем ждут своих компенсаций, боятся, что деньги дойдут не до всех. Дарить Мафеева, Кундуз Сырдыбаева и Азат Интымаков. Настоящее время Азия. Кыргызстан.